Ульяновск стал местом проведения форума «Социальная справедливость глазами людей». В течение трех дней на площадках Ульяновского государственного технического университета его участники обсуждали проекты в области социальной политики, возможности корректировки существующей законодательной базы с учетом накопившихся пожеланий общественности, вызовов современности и текущих социальных процессов. Очень важно, когда мы видим социальные проекты, которые все служат для народа, естественно, от спорта, образования, культуры, медицины. Здесь есть новые моменты, новые программы, которые сегодня дальше будут разрабатываться, будет поддержка губернатора, правительства. Поэтому главная задача – это показать, рассказать, что нужно сделать, для того, чтобы действительно люди получали социальную помощь, чтобы они были заняты, чтобы они развивались в каждом своем направлении. Мы, депутаты, всегда поддерживаем все начинания, если они действительно те начинания, которые нам нужны. Поэтому я очень рад, что сегодня здесь нахожусь, и хотел бы сказать всем, кто представил свои программы благодарности, мы их изучим, и, естественно, лучшие программы, значит, включим программы уже областные, и будем работать вместе на благо Ульяновской области, на благо наших людей благополучия. Инициатором форума выступило региональное отделение «Единой России». По итогам обсуждения представители партии будут выходить с инициативами на уровень губернатора Ульяновской области, правительства Российской Федерации, профильных министерств для поиска решения наиболее значимых предложений. Действительно, мы получили в целом более ста очень интересных предложений от жителей Ульяновской области, от руководителей НКОшек, от партийцев, от сторонников. И нам важно, что, во-первых, эта инициатива интересна. Люди проявились с точки зрения желания помочь и улучшить социальную политику в конкретных законах, проектах. Причем они все это сделали искренне. Поэтому одна из задач – не потерять ни одного интересного предложения, ни одного человека, который за ним стоит. И мы эту работу, безусловно, продолжим. Поэтому одно из важных приобретений этих нескольких дней – это то, что появилась хорошая команда, новая команда, обновленная команда. Мы заинтересовали, и люди заинтересовались таким форматом, и получилось сработать и с правительством Ульяновской области, с министерством, и с партийцами, и с руководителями, подчеркиваю, некоммерческого сектора. И мне кажется, мы впереди большого пути. Потому что процесс интересный, команда образующая, и многие предложения не успели даже обсудить. Как уже говорилось, выдвинутых на форуме предложений и проектов более ста. И спектр обсуждаемых вопросов весьма широк. От поддержки молодых литераторов до развития здравоохранения и строительства жилья для многодетных семей. На сегодняшний день на учете стоит более 9 тысяч многодетных семей. Мы получили 2 тысячи земельные участки и официально построили 45 домов. А нам хотелось бы, чтобы была такая возможность непосредственно быстрее строительства. Потому что цель-то у нас. Семья многодетная, должна иметь свой дом. Хороший дом, благодатный. В то же время мы рассматриваем вопрос непосредственно и компенсации за земельный участок. Поверьте, не каждая семья может построить. Это очень дорогостоящие мероприятия. И мы по опыту изучали опыт других субъектов Российской Федерации. Архангельская область, Оренбургская область. От 210 до 300 тысяч рублей у них происходит компенсация. Как у нас это пойдет? Нам это тоже нужно обсуждать. Несмотря на то, что форум объявлен региональным, участие в нем приняли представители экспертного сообщества и гости из других регионов страны. Сегодня у нас важный день, потому что будет подписано трехстороннее соглашение между Ассоциацией волонтерских центров губернатором Ульяновской области и Оно Счастливый регион по реализации добровольчественной территории Ульяновской области. Это один из шагов, который последовал после проведения сертификации. Здесь ресурсного центра на соответствие модели ресурсного центра регионального. И в дальнейшем это позволит этой организации в полном объеме реализовывать все федеральные проекты в сфере добровольчества, поддержки социально-коммерческих организаций на территории Ульяновской области, оказывать поддержку муниципальным образованиям в Ульяновской области и создаст такой некий уже стандартный подход к благополучателям, которые будут пользоваться услугами как этой организации, так и организациями, которые занимаются добровольчеством в муниципалитетах на базе образовательных организаций. Одна из заявленных целей состоявшегося мероприятия проанализировать и обсудить с экспертным сообществом федеральные и региональные инициативы в части социальной политики, при том, что внедрить в жизнь на территории Ульяновской области лучшие из них намечено уже в текущем году. Вчера в формате дискуссии был поднят очень важный для всех работников социальной сферы вопрос это закон о статусе социального работника. И в процессе дискуссии мы наполнили этот закон крайне важными инициативами. Что это? Первое, о чем сказали абсолютно все, что в закон должны быть включены все категории работников, в том числе и помогающий персонал. То есть потому что на благо, на помощь людям работают буквально все. Также речь шла о страховании жизни и здоровья социального работника. Речь шла о бесплатном проезде на общественном транспорте к месту оказания социальной помощи. Речь шла о том, как завлечь молодежь и о подъемных 500 тысяч рублей при переезде в сельскую местность. Как отмечали многие участники, форум стал для них не только площадкой обсуждения насущных проблем, но и своеобразным открытым окном, через которое без лишних проволочек можно в кратчайший срок донести свои проблемы до органов власти и добиться скорейшего их решения. Безусловно, безусловно, мы проводили круглый стол. Круглый стол совместно со студентами, с ординаторами, с молодыми врачами, с председателем медицинской палаты, с представителями депутатского блока. И совместно как бы все эти проблемы были выявлены, поэтому тут доступность стопроцентная была. Как уже отмечалась, работа в течение нескольких дней велась на девяти профильных площадках. Участие в работе ряда из них приняла и губернатор Ульяновской области. Было бы здорово, чтобы мы дали возможность людям высказаться. Было бы здорово, чтобы мы нашли ответы на очень сложные одновременные вопросы. Как решить проблемы бедности, как решить проблемы защиты мать единства и детства. Как повысить ответственное отцовство до массовых вопросов, на самом деле, которые нам необходимо решить. Несколько дней вот этого форума была очень такая замечательная, хорошая плодотворная работа, по итогам которой мы, каждый депутат Ульяновской городской думы, определили уже задачи на будущее. И вот сегодня та программа «Умное лето» – это замечательный проект, который мы, конечно, будем поддерживать. И сегодня уже поддержали партии «Единая Россия». Прослушали и родители, и замечания родителей, и мы высказали свои предложения. В итоге у меня и у депутатов Ульяновской городской думы вошла такая инициатива. Так как мы должны обеспечить, конечно, пусть не всех детей, именно занятостью в летнее, в зимнее, в какое-то осеннее время. Сейчас такая замечательная программа, когда совмещается и отдых ребенка, и вместе с тем научить его каким-то, наверное, каким-то навыкам. Тогда как, допустим, ребенок за счет краткосрочных программ учреждений дополнительного образования приобретает навыки любые, но именно те, которые ему нравятся. И, как сказала одна родительница, здесь у нас на площадке «Умное лето», что должна зажечься лампочка в душе ребенка, что он видит это его. Особое внимание уделялось тем вызовам, которые возникли перед обществом в период пандемии. Это и поддержка медицинского сообщества, и развитие на территории региона, добровольческого движения и волонтерства. Мы были первой площадкой социального форума, площадкой, которая именно о развитии добровольчества. Мы понимаем то, что в период пандемии более двух тысяч волонтеров объединились. Среди них, как и благотворители, меценаты, государственные служащие, некоммерческий сектор для того, чтобы помочь людям. Мы понимаем то, что такую огромную армию добровольцев терять просто нельзя, и, соответственно, у нас было несколько инициатив. Первое – это создание единого контакт-центра добровольцев, куда даже после пандемии любой житель региона сможет обратиться для того, чтобы получить помощь. Здесь мы аккумулируемся вместе как раз с бизнесом, с чиновниками, для того, чтобы любая проблема, которая к нам попадет, могла быть решена. Второе – наше взаимодействие с Центром управления региона, потому что понимаем то, что в ЦУР стекаются основные такие какие-то болевые, так скажем, проблемы наших жителей, и мы можем решать их вместе, сообща, вместе с добровольцами, вместе с благотворителями, меценатами, и сможем решать какие-то глобальные задачи региона и помогать ему развиваться. Александр Александрович, вот в период пандемии и последнее непростое такое время о культуре, не забыли в связи с этим, какие инициативы на площадке по культуре выдвигали? Знаете, наоборот, мне кажется, что пандемия, когда люди были в режиме самоизоляции, мне кажется, некоторых, которые даже раньше не очень интересовались культурой, это сподвигло прикоснуться к культуре больше, потому что было много онлайн-концертов, были кинопоказы, были онлайн-мероприятия, какие-то дискуссии в ЗУМе, и даже вот мы, как молодые писатели, молодые работники культуры, проводили ряд площадок в ЗУМе, то есть это были образовательные семинары в ЗУМе молодых литераторов, это были какие-то обсуждения, то есть, наоборот, как-то это помогло людей вовлечь, и когда режим самоизоляции закончился, и все вернулись в оффлайн, было уже проще работать в таком формате. Итоги форума подвел губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, отметив, что и время проведения форума, и его тематика наиболее удачно отвечают задачам, которые в ближайшее время необходимо решать в нашем регионе. В течение марта-апреля предполагается отработка решений форума и сопровождение региональным отделением «Единой России» лучших проектов и законодательных инициатив. В течение этой недели на девяти площадках нашего форума общались, обменивались мнениями, практиками и инициативами разные люди. Общественные деятели, волонтеры, добровольцы, активисты партии «Единой России», представители разных министерств, ведомств, разных муниципалитетов, да и просто неравнодушные и патриотично настроенные граждане. Мне кажется, мы все угадали. Угадали не только с названием, а само по себе название, она заслуживает отдельные слова благодарности, справедливости глазами людей. Но и угадали не только с определенным проведением, а прежде всего с тематикой. Потому что сегодня действительно важнее, чем сострадание, вовлеченность и, конечно, справедливость вряд ли можно найти. Логичным итогом форума «Социальная справедливость глазами людей» стало награждение победителей ряда творческих и профессиональных конкурсов, а также подписание соглашений о взаимодействии между общественными организациями региона и органами исполнительной власти Ульяновской области, региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». Редактор субтитров А.Семкин